Доброго времени суток, друзья! Сегодня будем с вами разбирать очередную твердолобость милиционеров, которые работают в Октябрьском РОВД. Это не то, что в Минске, а то, что в городском поселке Октябрьский Гомельской области. Итак, если вы следите за событиями Рудобельской показухи, то у нас с Василием Васильевичем Шлапаковым возник, вернее, у него ко мне возникли какие-то претензии из-за того, что я якобы как шавка бегаю за его миловидной женой. Если вы не прекратите свои действия бегать как шавка за моей женой, то следующая наша встреча будет не такой приятной. Понятно? На самом деле это не так. Я бегаю за должностным лицом, а не за его женой. Это стыдно, поэтому не закрываемся. Так вот, Василий Васильевич пригрозил мне, я аж три раза не повторяю, что следующая наша встреча будет не такой радужной. Я что-то нарушил? Я ничего, я просто вам говорю. Вы мне угрожаете? Я не угрожаю. Пришлось написать на его заявление об угрозах. Прошла проверка, с которой я не могу ознакомиться, потому что майор Мишура Константин Матвеевич вдруг поставил на эту проверку гриф для служебного пользования. На территории Октябрьского РООД с вами вообще ничего не может случиться. Мы вас будем защищать, так как вы же наш гражданин. Мне пришлось пожаловаться в ГУВД Гомельского Босполкома. Мне пришел ответ о том, что Матвеевич не прав, и что мне нужно дать возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими меня. Итак, я пошел в милицию. Матвеевич, ознакомьте меня с материалами дела. Пожалуйста, проходите в комнату, будем ознакомливаться. Откройте, пожалуйста. Андрей Владимирович, выполняете наши требования? Вставать будете в аппаратуру? Эти требования на меня не распространяются. Андрей Владимирович, эти требования распространяются на любого посетителя РООД. На любого. Вы не отличаетесь от всех ничем. Подождите, но я же вам давал ответ головача, который говорил, что инструкция для служебного пользования распространяется. Андрей Владимирович, еще раз, вы выполнять наши требования будете? Так это ваши требования незаконны. Вы будете выполнять, вы можете их обжаловать. Вы будете их выполнять? Вам же ответ был дан. Вы будете их выполнять? Какие требования? Нет, будьте здоровы. Сдать видео записывающую и звукозаписывающую аппаратуру. Это не запрещено. Все, будьте здоровы, у меня нет времени с вами разварывать. Что же делать в такой ситуации, когда ты хочешь ознакомиться с материалами дела и получить какие-то услуги от сотрудников милиции, но не хочешь сдавать якобы запрещенные вещи, кстати. Из ответа головача сказано, что на граждан положение указанного приказа не распространяется и предполагают добровольный порядок проведения досмотра. Понимаете? Милиционеры требуют от меня сдать запрещенные предметы, однако данное положение, на которое они ссылаются, на меня не действует. Это действует на них. Но они сами носят там мобильники и прочее запрещенное в наркоту. Андрей Владимирович, я вам серьезно сказал. Если вам нечего делать, так вы вот это, я сказал, сдаете аппаратуру? Я могу не сдавать. Будете сдавать? Я имею право не сдавать. Вы будете сдавать? Я имею право не сдавать. Вы будете сдавать? Я не буду сдавать. Не будете, значит, до свидания. Почему? Не отдыхайте от работы. Вы мне отказываете. Я вам отказываю. В доступе в РУД. Как вас зовут, скажите? Михаил Михайлович Ксензоу, старший оперативный дежурный, майор милиции. Угу. Понятно. Матвеич. Да, слушаю. Ознакомься меня с материалами. Погодите, я буду вас знакомить. Откройте, пожалуйста. Вы будете выполнять наши требования? Ваши требования незаконны. Значит, я вам отказываю доступе в РУД. Давайте книгу жалоб и предложений. Пожалуйста. У нас есть указ президента, не побоюсь этого слова президента, Республики Беларусь от 25 февраля 2014 года, номер 68, о некоторых вопросах в сфере государственных секретов. И там есть пунктик такой. В Дании помещения органов внутренних дел не допустит граждан, не сообщивших о цели прибытия на объект, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с неадекватным поведением, имеющих неприятный внешний вид, отказавшихся от проведения досмотра с использованием металлодетектора и предъявления предметов, на которые он срабатывает. В таком случае необходимые мероприятия, требующие выполнения возложенных на органы внутренних дел задач, проводятся в общедоступном месте, к примеру, в фойе или комнате приема граждан. Вроде бы и все понятно. А теперь от теории к практике. Ну давайте, смотрите, указ президента от 25 февраля 2014 года. Смотрите, что написано. Я хорошо знаю, что там написано. А? Игорь Владимирович, я хорошо знаю, что там написано. Ну, в таком случае необходимые мероприятия, требующие выполнения возложенных на органы внутренних дел задач, проводятся в общедоступном месте, к примеру, в фойе или комнате приема граждан. В фойе у нас не оборудовано для приема граждан. А вот это что? Это стульчик не для приема граждан. А для кого? Это для меня. Когда у меня встанут ноги, тогда я присяду здесь. Вот решетка, а вон там у них комната приема граждан. Не видно. Короче, она у них там. И это не общедоступное место. Ваша комната для приема граждан не общедоступна. Да? Да. Она для разбирательства с доставленными. Ну так вот, я ссылаюсь. И для приема граждан. Не общедоступна в каком смысле вы имеете в виду? Ну я не могу туда попасть. Можете. Да. При каких условиях? Можете, я вам условия назвал. Сдаюте видеозаписывающую аппаратуру и проходите. Ну давайте снова знакомимся. Указ президента. Уберите вот отсюда. Вы уже на мою территорию руки. Вон туда отойдите. Андрей Владимирович. Я что-то нарушаю. Руку уберите. Я что-то нарушаю. Руку с подоконами. Я вам показываю закон. Я закон этот хорошо знаю. Так а чего нарушаете? Я его не нарушаю. Нарушаются вы мои требования. Требования наши. Командир. Ваши требования в ВД распространяются только на вас. На ваш персонал. Нет. Это распространяется на каждого посетителя. Ну вам же давал этот подполковник Головач по секретным документам ответ. Я же приносил. Андрей Владимирович. Что ваши требования. Вы желаете поговорить? Желаю. Я вам высказал свои требования. Вы не выполняете. Будьте здоровы. Ваша комната приема граждан не общедоступная. Понимаете? Здорово, Андрей Владимирович. Вы не уважаете президента и его указ. Будьте здоровы. Михаил Михайлович. Как мне понимать? Я вам ответил на ваш вопрос. Как мне понимать? Я вам ответил на ваш вопрос. Ваш ответ неправильный. У нас же есть закон. Я же говорю, вы можете обжаловать. Каждая моя деятельность. Конечно, я буду обжаловать. Пожалуйста. Все, до свидания. Напоминаю, что ваша комната приема граждан не общедоступна. Андрей Владимирович, до свидания. У меня нет времени дискуссировать с вами.